Сегодня наша очередная встреча в рамках третьего сезона проекта «Поговорите с доктором». Гости онлайн-студии – главный невролог Министерства здравоохранения Оренбургской области Сергей Борисович Вельмейкин и невролог Оренбургской областной детской клинической больницы Жанна Дамировна Николаева. Но для начала здравствуйте, дорогие желанные гости. Поговорите с доктором, воспользуйтесь этой уникальной возможностью, задайте свои личные, сокровенные, деликатные, будоражащие вас вопросы непосредственно ведущим специалистам в этой области. Ну а говорить, как вы догадались, мы будем сегодня о болезнях нервной системы. Ну что, мы, наверное, начнем, да? У нас есть уже вопросы. Вопрос Елены Андреевны. Узнала, что в областной больнице открылся специальный центр для лечения инсульта. Расскажите, пожалуйста, о его работе и кого туда принимают. Значит, с 2008 года стартовала в Российской Федерации программа, которая называется «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями». И эта программа пришла к нам в 2013 году. В этой программе существует 16 лечебных учреждений на территории Оренбургской области, оказывающих помощь с инсультами. Сделано это для того, чтобы пациент, где бы ни находился, в какой точке Оренбургской области, мог своевременно, то есть сразу же, получить экстренную медицинскую помощь по поводу данного заболевания. Вот что касается областной больницы. На базе областной больницы создан региональный сосудистый центр, который, помимо оказания помощи больным с инсультами, оказывает еще и высокотехнологичные методы лечения, направленные на предотвращение повторных инсультов. В том числе и хирургические вмешательства, как нейрохирургические, так и вмешательства на сосуды головного мозга. Поэтому областная клиническая больница оказывает помощь пациентам, проживающим на территории Южного округа города Оренбурга. Больница имени Пирогова, где также есть сосудистые отделения, оказывает помощь жителям северного округа города Оренбурга. Поэтому, когда бы ни произошел у человека инсульт, он будет получать медицинскую помощь в течение 24 часов в сутки. Об этом знает скорая помощь, и они информированы о том, куда необходимо доставить пациента, и, соответственно, делают это максимально быстро. Я хочу сказать, что неделю назад мы предложили нашей аудитории, обозначив тему, отправить вам вопросы. И в течение недели их было собрано очень большое количество. Оно касается и взрослых, и детей. Дай Бог нам ответить на все интересующие нашей аудитории вопросы. А если кто-то только сейчас присоединился к нашей программе и заинтересован этой темой, а говорим мы сегодня о болезнях нервной системы, отправляйте на наш сайт orininform.ru свои вопросы, пожелания, предположения. Пожелания, я думаю, что с удовольствием наши гости, а это главный невролог Министерства здравоохранения Оренбургской области Сергей Борисович Вельмейкин и невролог Оренбургской областной детско-клинической больницы Жанна Дамировна Николаева ответят на эти самые вопросы. Едем дальше. Я думаю, пока вот градус нашего диалога держать будете вы все-таки, Сергей Борисович. Александр Петрович спрашивает, скажите, в областной больнице номер один в неврологии теперь лечат только больных с инсультом? Не совсем. Значит, в неврологическом отделении, которое создано на базе областной клинической больницы, лечение проводится по трем нозологиям в настоящее время. То есть это пациенты с инсультами, это пациенты с миостынией, и это пациенты с рассеянным склерозом. Значит, для чего это сделано? Ну, то, что касается инсультов, это не вызывает ни у кого вопросов. Инсульт — это экстренная неотложная ситуация. Помимо этого, статистика показывает, что количество инсультов не уменьшается, тяжесть их не уменьшается. До сих пор проблема инсульта — это проблема номер один в плане инвалидизации смертности, и поэтому вопросов никаких нет, что созданы эти отделения. Что касается пациентов с рассеянным склерозом, почему акцент сделан для этих пациентов, и почему создан центр по рассеянному склерозу на базе нашей больницы, потому что уже с 2006 года функционирует этот центр. И мы определяем, во-первых, диагноз у пациента с подозрением на рассеянный склероз, и, к сожалению, внедрение новых методов обследования, таких как МРТ, породило некоторую панику у пациентов в связи с тем, что очень часто выявляют очаги демилинизации. И, войдя в интернет, люди находят параллели между очагами демилинизации и рассеянным склерозом, и с большой паникой обращаются к нам, потому что думают, что у них именно это заболевает. Так вот, первая наша задача как раз — это выделить ту часть пациентов, которые приходят с такими заключениями МРТ, кто из них на самом деле страдает рассеянным склерозом, а кого нужно успокоить и, значит, отпустить под наблюдение невролога по месту жительства, так как диагноз этот не подтверждается. И, кроме того, в настоящее время рассеянный склероз считается условно-курабельным заболеванием за счет того, что появились препараты, которые могут изменять течение рассеянного склероза, и это очень важно, и тем самым замедлять прогрессирование болезни, вот, и замедлять процесс наступления инвалидизации. Так вот, эти препараты, так как они относятся к дорогостоящим, вот, они учитываются и находятся под наблюдением данной пациенты, получающей эту терапию в областной больнице. Поэтому эта проблема тоже касается... Сергей Борисович, вот вы коснулись сейчас рассеянного склероза, и сразу мы получаем вопрос от Ирины. Она спрашивает, объясните, что это за заболевание рассеянный склероз, почему развивается, а главное, каковы первые проявления? Значит, рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему, которое развивается в результате конфликта между работой собственной иммунной системой, вот, проявляющей аутоагрессию в отношении к собственной нервной системе. Проявляется это в том, что вырабатываются антитела, разрушающие так называемый миелин, вот, или это оболочка, покрывающая проводящие пути. Вот, поэтому в зависимости от того, где возникает бляшка рассеянного склероза, разрушающая миелин, возникают соответствующие симптомы. Они могут быть самые разные. Это может быть снижение зрения на один глаз, это может быть нарушение координации, это может быть нарушение чувствительности в какой-либо части тела, это могут быть двигательные расстройства в виде слабости в ногах или в одной стороне тела, это может быть тазовое нарушение. Поэтому, если пациент находит у себя эти симптомы, вот, конечно, первой задачей, которую необходимо сделать, это прийти к неврологу с этими жалобами для того, чтобы он оценил, вот, и трактовал их, вот, к какому заболеванию они относятся. Поэтому проявления могут быть самые разные у этого заболевания. Но вы видите, рассеянный склероз вызывает такой неподдельный и очень тревожный интерес, потому что сразу вопрос Владимира, касающийся этого заболевания, он интересуется, передается ли оно по наследству, и, пожалуйста, обозначите факторы риска развития этого заболевания. Значит, само заболевание по наследству не передается, это уже установленный факт, и поэтому случаев семейного рассеянного склероза не существует. Так, уже успокоили. Но, значит, передается возможность развития этого заболевания. Поэтому, если один родитель, а тем более, если двое родителей страдают рассеянным склерозом, то риск возникновения этого заболевания у ребенка повышается. Но есть определенные факторы, которые могут явиться провоцирующими или разрешающими в данной ситуации. И если эти факторы устранить, то риск, соответственно, будет гораздо ниже. То есть, вот какие эти риски, которые могут спровоцировать развитие рассеянного склероза. В основном эти риски реализуются в возрасте до 15 лет. Поэтому очень важно профилактировать эти риски именно у детей. До 15 лет. Какие? То есть, это злоупотребление пищи, содержащей животные жиры. То есть, нужно, чтобы этой пищи было как можно меньше. Значит, это хроническая тензилогенная инфекция. То есть, это воспаление в миндалинах. Поэтому появление этой проблемы должно тут же находить отклик и решение. Значит, это повышенная солнечная инсоляция. Поэтому пребывание на солнце, с одной стороны, хорошо. Потому что это увеличивает количество витамина D в организме. Но, с другой стороны, перебор солнечной инсоляции провоцирует развитие аутоиммунных реакций. И, как следствие, если человек предрасположен, ребенок предрасположен, то может вызвать такое заболевание, как рассеянный склероз. Ну, говорят о том, что, возможно, стрессовые ситуации влияют. И говорят о том, что проживание на территориях северной части также являются более опасными в плане риска возникновения рассеянного склероза, чем более южные широты. Хотя, как бы, это вот сейчас критерий, так скажем, стирается. Но, тем не менее, он... Ответьте, пожалуйста, Олегу вопрос все тот же. Рассеянный склероз. Где можно получить сегодня хорошую медицинскую помощь? Ну, частично я уже на этот вопрос ответил. То есть на базе областной клинической больницы функционирует центр рассеянного склероза, который занимается вопросами диагностики, лечения и динамического наблюдения данной группы пациентов. Поэтому весь объем помощи и диагностики, которые существуют на сегодняшний день для пациентов этой группы, полностью есть в областной клинической больнице. Знаете, Елена обеспокоена чем? Скажите, пожалуйста, доктор, какова продолжительность жизни больных с рассеянным склерозом? И как быстро прогрессирует болезнь? Значит, если взять и немножечко вернуться в прошлое лет на 30, то тогда заболевание рассеянный склероз было даже не заболеванием, а приговором. Потому что если ставился такой диагноз, то, в общем-то, врачебному сообществу было понятно, что пациент обречен в ближайшее время на инвалидность, причем выраженная инвалидность. С появлением препаратов, которые называются Питерс, это препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, ситуация кардинальным образом изменилась. А именно, то есть продолжительность жизни этих пациентов теперь, в общем-то, равна продолжительности жизни человека, не имеющего этого заболевания. Другое дело, что качество жизни, конечно, может меняться, потому что существует определенное ограничение по факторам риска, которое необходимо соблюдать, чтобы не провоцировать обострение заболевания. Кроме того, конечно, есть определенное естественное течение этого заболевания, которое инвалидизирует больного, потому что это хроническое прогрессирующее заболевание. Но, тем не менее, появление препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза, значительно улучшило ситуацию в этом плане. И поэтому, если пациенты регулярно получают это лечение, соблюдают врачебные рекомендации, то, в общем-то, они достаточно длительное время, то есть это десятки лет, могут сохранять не только возможность самообслуживания, но и даже профессиональные деятельности. Ну, я думаю, ответ исчерпывающий. Тем не менее, вдогонку Владимир все-таки спрашивает. Пожалуйста, поподробнее о методах лечения, особенно медикаментозном. Эффективные лекарства от рассеянного склероза какие? Они что, если не вылечат полностью, то хотя бы действительно смогут затормозить развитие болезни? Значит, на самом деле существует два подхода в лечении рассеянного склероза. Первое — это лечение обострения. И, как правило, для лечения обострения требуется госпитализация пациента. И второе, что более важное, более перспективное, это использование препаратов, которые улучшают прогноз. То есть делают течение заболевания более доброкачественным. Существуют определенные показания для назначения этих препаратов. Но эти показания учитывает врач. Мы их знаем, мы владеем информацией по назначению этих препаратов в Центре рассеянного склероза. И можем своевременно и адекватно подобрать эту терапию. Не только подобрать, мы потом в дальнейшем наблюдаем за этими пациентами. Если возникают какие-то сложности, какие-то вопросы по проведению этой терапии, мы пациентам даем информацию в полном объеме и корректируем при необходимости это лечение. Более того, я хочу сказать, что это лечение достаточно дорогостоящее. И пациент с рассеянным склерозом не может просто прийти в аптеку, купить этот препарат и его принимать. Потому что годовой курс лечения этим препаратом составляет порядка 700 тысяч. И, разумеется, государство не может бросить на произвол судьбы этих пациентов. Существует такая программа, которая называется «Семь нозологий». Это федеральная программа, благодаря которой государство обеспечивает пациентов с рассеянным склерозом данным видом лечения. Ну и кроме того, региональный бюджет тоже участвует в этой работе. И определенная сумма ежегодно выделяется на приобретение этих препаратов для пациентов с рассеянным склерозом. Да, спасибо. Ну что, мы очень, на мой взгляд, подробно поговорили о рассеянном склерозе благодаря таким детальным и скрупулезным вопросам нашей аудитории. Теперь еще одна проблема. Александр спрашивает, доктор, скажите, пожалуйста, бывает ли врожденная эпилепсия у детей? Мы говорим об эпилепсии как о заболевании неврологическом. И причин там бывает как бы три группы. То есть она может иметь наследственную предрасположенность, так называемую, идиопатическую форму, симптоматическую, когда она бывает причиной какого-то заболевания, опухоли, инсульта. И тогда, когда мы причину четко не находим. То есть если вопрос стоит о том, что бывают ли врожденные, ну, это немножко некорректно. То есть наследственная форма заболевания, да, существует. Я благодарю вас за эту встречу. Успехов вам, вашим коллегам. Мира и добра вашим близким. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова